Мы приехали в Кибуц. Кибуц Ган Шмуэль, который недалеко от нас. Вот заехали сюда. Прямо столовая, секретариат, поликлиники и какой-то бэйторей Илан. И члены Кибуца живут прямо. Сейчас поедем прямо смотреть, как же живут члены Кибуца. И что ж, начинаем гулять по Кибуцу. Смотрите, это автобусная остановка. Пойдемте посмотрим, как она красиво разукрашена. Посмотрите на эту красоту. Кибуц это что-то наподобие колхоза. Только по-израильски. Тут есть свои члены Кибуца. То есть люди, которые живут, они считаются членами Кибуца. То, что они зарабатывают, все идет в Кибуц. Жилье у них тоже от Кибуца. Многие работают в самом Кибуце. Но есть люди, которые работают за территорией Кибуца. Но тем не менее, как-то там зарплату все равно дают в Кибуц. Я не знаю, они ее на каких условиях. Но знаю, что делиться надо. Смотрите, какое красивое растение. Офигительно красивое. Прелестью Кибуца является то, что здесь очень много зелени. Очень классно. Тут такой свежий воздух. Смотрите. Видать, основное средство передвижения в Кибуце это велосипед. И это так. Смотрите, они стоят просто так. Не пристегнутые абсолютно никак. Может, даже можно взять их покататься, что ли? Вау, супер просто. Смотрите, как их много. А это просто, возможно, тут где-то столовая было написано. Так, может, это... Они приезжают сюда кушать. А смотрите, какой чудесный... Как это называется это дерево? Фикус написано. Фикус. Его посадили в 70-м году. Ему почти 50 лет. Какой он крутой вообще. Да, основное средство передвижения на Кибуце это вот такой кальнаит, что ли. Их называют так. Кальнаит с вертушечкой. Идем дальше. Там сейчас начнутся такие тропинки, где на машине, да и не пройдешь. Не проедешь, только пешком. Вот мы пойдем посмотрим на дома. Как живут люди в Кибуце. Видите, вот мы зашли в жилой сектор. Дома, в которых живут люди. И нет дороги, а просто тропинка. И соседи напротив друг друга вообще очень близко. Вот видите, с одной стороны. С другой стороны. Нет вот каких-то там между соседями заборов. Игрушки вот просто на улице лежат. Нет никаких калиток. А просто так вот все открыто, доступно. Никто ни у кого ничего не ворует. Все стоит на просто вот так вот. На открытой местности. Ну, такие домики, да? Одноэтажные. Такие простые-простые. Сейчас пойдем еще на другую сторону. А зелени посмотрите, сколько травки. Как красиво. А вот, посмотрите, сколько около одного дома горшочков с кактусами и другими растениями. Это же просто вообще шикардос. А, кстати, двухэтажные дома. Старые-старые. Похоже на Амидаровские. Вот есть там впереди маленькая детская площадка. Но совсем маленькая сельскохозяйственная техника. В Кибуце же заняты в основном сельским хозяйством. Не, это просто супер. Главное, что за один километр отсюда уже шоссе, движение. Такое очень насыщенное машины. А тут такая тишина и только шум деревьев. Вообще просто супер. А зелени-то сколько? Да, зима. Это в Израиле время цитрусовых. Вот, смотрите, созревают большие помело или помелиты. Я в них не особо не разбираюсь. Они такие большие. Реально, может, камера не передает, но они такие большие, как голова у Леры. Вот по такой узкой тропинке машина все равно приезжает и становится около своего дома. Удивительно. Да, вот есть двухэтажные дома. Я думала, нет, а оказывается, есть. Как красиво. Аккуратный дворик. И Лера кашляет. Такой аккуратный, открытый дворик. Машинка стоит. Зелень, зелень, зелень. Тут улочки, они такие развлитвленные. Идешь, 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 идешь и тупик. Идешь, идешь, идешь и тупик. И возвращаешься обратно. Да? Нет такой, какой-то системы особенной, чтобы можно было зайти одной стороной и как-то это все обойти. Получается, что надо часто возвращаться. Смотрите, какая мозаика на доме интересная. И мне кто-то звонит. Что-то не написано. Не знаю, что это значит. А это, видимо, детские садики. Не видимо, а точно детские садики. А тут такое интересное. Птички стоят наверху здания. Велосипеды такие старые. И деревья красивые. Видите, основное средство передвижений. Тут табличка, что въезд для машин запрещен. Жилой сектор. Какая скамейка забавная, из дерева сделанная. Птихут лей ладен. Вот это все для детей. Тут участочек, детские сады. Вот такой детский сад. Детям тут просторно. Я так понимаю, они просто могут гулять на улице. Не обязательно быть постоянно в детском саду. А около детского сада можно. Как разрисован домик. Симпатичный какой. Красиво, да? Горка как оформлена. Удивительно, но вот тут вот вся эта часть, это все детские сады. Не знаю, может и школа как-то тут. Но вот это все, это точно детские сады. Красиво вот этот детский сад, как красиво оформлен, да? Разрисован. Исторические раскопки какие-то собраны в Ган Шмуэле. Первый дом якобы в Ган Шмуэле это. Слушай, какие раскопки. Это пойдем сейчас дальше смотреть. Какая простора. Такое все интересно и необычное. Потому что не город, а такая себе деревня. Но жить тут, если честно, я бы что-то не хотела. Слишком как-то оно все такое примитивное. На первый взгляд кажется красивое. А если присмотреться, здания уже не совсем такие новые. Какие фигурки. И тот садик, который только что фотографировал. Весь разрисованный. На самом деле уже не действующий. Там куча чего в окнах. Какой-то склад сделали с этого садика. Наша машина на парковке. Идем. Наша прогулочка пришла к окончанию. Мы вернулись на свое место. Откуда пришли. И поедем домой. Всем спасибо, кто смотрел этот ролик. И до скорых встреч. Видите, техника стоит. Трактора. Тракторцы. Что только парковка для тракторцов. Все. Пока, Лер. Тебе понравилось гулять по кибуцу? Тебе понравилось гулять по кибуцу? Да. А что тебе тут понравилось? Мы кашляем. Качельки понравились. На которых даже не покачались. Но они нам понравились. Пока. Пока.